привет сегодня я опять затарился всяким хламом потратил 1000 рублей на это пока сам до конца не понял удачно это приобретение или нет короче купил у чувачка которому досталось от деда вот такой дальномерный киев 4 или 4m модель к нему еще один объектив киев немного чуть-чуть не в рабочем состоянии замка крышки нету и что-то там как-то шторки не особо хорошо шевелится купил я весь этот хлам ради оптики которая идет в комплекте ну штатником сразу одет полтинник вернее 53 миллиметра светосила 1.8 гелиус 103 ну не знаю в интернете про него отзывы что дескать получше чем 44 в плане того что с контровым светом маленько получше дружит в остальном весьма весьма похож видимо оптическая схема у них одинаково одинаково либо очень близко как видите сам объектив не имеет никакого геликоида то есть никакого геликоида у него нету это потому что как бы роль геликоида и выполняет сам байонет он у него тут вращается байонет называется контакс киев либо контакс рф такой нет не шибко распространенный объективу объективы как его верни байонет объективы как правило стоят копейки сейчас копейки раньше вообще ни хрена не стоили люди просто не знали куда привинтить почему рабочий отрезок маленький на зеркалку это просто не поставишь беззеркалки относительно недавно появились поэтому относительно недавно появился какой-то хоть какой-то спрос вот на эти объективы сам я также недавно обзавелся двумя беззеркалками это sony next 5r и это nikon one nikon one j1 ну тут и вообще вот на него кстати видео сейчас на nikon один снимаю такая за полтора рубля балалайка которая я от нее не особо восторге но ради эксперимента здесь мы что имеем коробочку старый дедушкин носовой платок разворачиваем старый дедушкин носовой платок и вытаскиваем на свет божий объектив под названием юпитер 12 35 миллиметров светосила 2 и 8 до светосила конечно не потрясающая не потрясающая но с другой стороны не совсем темная для ширика пойдет такая вот у него интересная конструкция своеобразная то есть здесь у нас получается объектив засовывается байонетом вовнутрь а здесь получается объектив засовывается байонетом наружу как-то короче как-то хрен его поймешь как так так то ё-моё и я не разобрался как он прищелкивается господа если кто в курсе не разобрался что ну так вот как-то пришел опачки нифига себе я его одел и он даже работает на всем диапазоне следовательно я разобрался с мулькой короче а мулька такая до этого я его одевал и он у меня фокусировочное кольцо ходила не целиком то есть как бы не до конца клинило вот что-то одевать его надо на в режиме бесконечности и тогда он и встает прекрасно и крутится отлично но здесь короче он прищелкивается за счет вот этого внешнего байонета кольца зачем-то на крепление canon fd напоминает но тем не менее ладно бог с ним сама камера мне нафиг не нужна единственное что мне придется колхозить переходник на это дело потому что оригинальные родные ну не родные а даже сразу скажем так заводские переходники с kontax rf на sony nex либо на что-то еще стоит ну каких-то я не знаю негуманных денег поэтому люди легко и непринужденно научились делать эти переходники самостоятельно для этого берется переходник м39 sony nex он такой коротенький потому что рабочий отрезок небольшой и собственно туда уже втыкается вот эта вот часть выламывается вкручивается вклеивается там кто на что гораст и соответственно делается самодельный переходник подгоняется там бесконечность и сейчас я начну разбор вот этого вот замечательного советского киева киева для того чтобы сделать из него переходник ну по крайней мере я все остальное выкину я сейчас просто хочу выкрутить пока вот эту пластину вот с этим вот байонетом для этого я возьму отверточки отвертки здесь не крестовые отвертки здесь используются плоские возьму для начала вот этот вот плоский бит это китайские отвертки dexel из leroy merlin кстати там инструмент надо еще прикупить биты мне понравились биты вот у этой отверточки очень хорошие не раздрачиваются не ломаются не мнутся не гнутся но удивление китай китаем а сделано очень даже ничего что-то я бит мелковатый за можно покрупнее было хотя ладно хотя ладно уж и так пойдет сначала нам короче надо вот этот морду снять обязательно когда придет переходник я его вчера заказал на алиэкспрессе когда он придет через неделю две три месяц не знаю когда придет я его смастырю и обязательно обязательно покажу как что получилось запишу видео но чтобы не просто было видео о том как я там вот вот он мол переходник вот он мол встает а даже возможно с примерами каких-то на тот момент уже сделанных кадров сделанных кадров мол вот дескать а что-то где-то его еще держит что-то где-то его удерживает может защелкнуть здесь ничего не держит а вот вот сорян здесь еще целая куча вот этих вот каких-то болтиков хотя нет нет но слышал я от интернета где-то здесь есть кожух а под кожухом где-то вот это ты еще и работать думал завязывай завязывай чувак не надо тебе работать старты уже для этого вот еще болтик оказался потаенный все прям как у крена но тоже надо кожуру отдирать чтобы дорваться дорваться добраться до каких-то болтов металл киев жалко конечно вандализм что что поделать этих камер на столе наклепано именно киев 4 и 4 м что они просто стоят а да они вообще ни хрена не стоят вот киев 2 киев 3 те существенно пореже и там идет уже речь о том чтобы люди мол не не уроду эти раритеты а этот я наверное до основания разберу потому что а черт побери потому что любопытно так возьму я бит покрупнее потому что здесь вроде как шляпки у болтов покрупнее пошли что-то поленился пинцет не взял не знаю видно вам чего не видно то что я здесь ковыряю но в общем сейчас я выкручиваю именно байонет вместе с геликоидом который туда встроен но давай вынимайся вынимайся кусок говнища так еще шестеренку это надо снимать получается давайте снимем шестеренку не вопрос ребята все из металла все прям такое вых а здесь теперь что мешает вот буржуи понаделали непонятно чего так и меняю бит потому что здесь пошли более мелкие шляпки не совсем куриваю чего я делаю но знаете есть поговорка ломать не строить вот разбирать деструктивно разбирать то есть так чтобы потом тебе же не пришлось это все собирать это мое любимое занятие то есть я с детства любил ломать игрушки расковыривать их залазить внутрь машинки там всякие и прочее чтобы посмотреть как она устроена и нет такого это прям кайфа что-то прям взять и разобрать это вот прям мое ну слушай не хочет он выниматься давайте заглянем к нему под кожу с этой стороны шторки тоже не хотят слушай о надо-то было всего лишь приложить усилия вот что мы видим вот что мы видим а что нам нужно собственно говоря оставить вот из этой конструкции все и все вот это вот ботвы а из всей этой ботвы нам надо оставить всего то ничего то есть вот это вот надо отломать все и соответственно вот эту длинную часть тоже надо будет отпилить и укоротить то есть она у нас слишком длинная по моему инфо ну давайте пока мы скрутим лишние какие-то здесь вывороты и навороты ну так то в общем то все так то в общем-то все что хотел сказать я сказал здесь особо то так вот он и у нас есть геликоид геликоид который может вылететь поэтому надо что-то придумать какие-то стопорные ограничения для него какие стопорные ограничения для него можно придумать еще пока сам не Не знаю, но надо что-то делать. Так-то, в общем-то, все. И что? А все, ничего. Ждите продолжения какого-то видоса, где я уже соберу этот гребаный переходник и протестирую вот эти, надеюсь, не гребанные линзы. Здесь чернение. Маленько покоцалось. Надо его подкрасить. Да, вот этот объектив, конечно, возможно, я разберу, потому что внутри у него есть такой нехороший бличок, то есть какой-то торец линз не зачернен. Это может повлиять на контраст. Рано я с вами, други, попрощался. Рано я обрадовался. По поводу Юпитера 12, который 35, 2,8. Ну, блин, штука оказалась совершенно бесполезной. Даже на таких камерах, как Sony Nex, даже на такой камере, как, блин, рука залезла в кадр, как Nikon 1, эта штука бесполезна, потому что это особый объектив. А это значит, что расстояние от задней линзы до фокальной поверхности значительно меньше, чем его фокусное расстояние. Короче, как бы объяснить? Объясняется все очень просто. Вот эта вот поверхность, вот эта вот поверхность, находится от фокальной плоскости настолько близко, настолько близко, что просто капец. Она прям находится близко, близко, близко. И, чтобы поставить его на Sony Nex, я этого сделать не могу, так как его настолько сильно приблизить к матрице, потому что шахта узкая, и он просто линзой упирается в шахту и не пролазит. Короче, максимум, что из него можно выжить на Sony Nex, на Nikon 1, это макро. Макро объектив, ну как макро, минимальная дистанция фокусировки, там, что-то порядка 15 сантиметров, ну, такой, не до макро, не до понятно что, короче, какую-то снимать предметы типа вот эти-то зажигалки крупным планом. Можно сделать монокль. Вот открутить вот эту вот линзу, вот эту линзу заднюю, задний линзоблок, и что-то получится такой, типа монокля должно получиться. Вот. Вот попробую. Попробую еще этот вариант. Тогда он, правда, будет уже не 35 миллиметров, он станет значительно уже. Может быть, даже, что-то миллиметров 50, те же самые, но будет монокль, можно побаловаться, моноклем поснимать. Ну, вот такие вот пироги. Все, пока.